Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию очередную зимнюю мушку, связанную на 16-м крючке. Можно использовать вот такой крючок, крючок или же Тимка 200Р. С вами мы пока свинец намотали, поставили бусинку 2,5-2,8-3 мм, в зависимости от того, какой крючок у вас будет. Скажу сразу, на течение приманка в прошлом году была испробована, на стоячей воде нет. Промажем немножечко, отодвинули свинец, промажем вот так, клеем, и теперь задвигаем прямо в нашу выборку в бусинке. Промажем немножечко свинец и будем крепить наши материалы. Для начала закрепим нить. Нить я беру где-то 8,0. Цвет в данный момент в роли не играет. Для изготовления нам понадобится вот такой материал, который в изобилии у нас находится в рукодельных отделах. Я отрезал вот два таких кусочка резинки, и теперь сразу два кусочка я стараюсь захватить здесь, вот так, хорошо подхватив. Для того, чтобы 10 раз нам не проматывать, я переломлю, приблизительно вымеряв, сколько мне необходимо, а вы уже сами потом экспериментально для себя выберите, сколько вам нужно будет отрезать. Закрепим вторую часть, потом мы с вами отрежем. И теперь нам необходимо рассредоточить по цевью вот так наши кусочки. И берем вот так в натяжечку, теперь по цевью проматываем почти до самого загиба. Вот приблизительно до его начала. И здесь оставляем. Эти остатки мы можем уже удалить. Натянули и убрали. Для дальнейшего изготовления мушки нам понадобится или же красная нить, или нам понадобится красный люрекс. Если красного люрекса у вас, допустим, вот такого голографического нет, его можно заменить обыкновенным люрексом, потом взять и подкрасить. Закрепили его здесь. Теперь окончательно подровняем наши неровности, не пожалеем нити. Повторю, цвет нитки не имеет в данный момент никакого у нас значения. Сделаем так, чтобы у нас был минимальный перепад по телу. Свинец даже можно не проматывать. И по уровень жала, так чтобы вам было видно, ровно здесь 2-3 миллиметра, мы должны промотать нашим люрексом. Но для того, чтобы он более качественно у нас держался, нам необходимо совсем немножечко нанести капельку клея. Повторяю опять, если у вас нет люрекса, можно спокойно заменить его красной ниткой. Ставим в удобное положение для нас, и производим здесь обноточку. Плотненько, виток к виточку, так, чтобы не было бугорков, наносим наш люрекс. Вот мы дошли до нашего загиба. Возвращаем нитку опять по спирали. И теперь крепим наш люрекс. Не отрезаем, нам он дальше пригодится. Для тела можно использовать как вот такой даббинг. Он имеет оттенок к павлиньему перу. Можно использовать серый, можно использовать оливковый даббинг. Я свяжу вам в том варианте, в котором эта мушка проверялась прошлой зимой. Повторю вам еще раз, чтобы на меня не было обид. Мушка в стоячей воде не проверялась. Но у вас есть еще время, можно походить, побросать по водоемам нахлыстом. Совсем немножечко. так, чтобы мы повторили контур тела. Наносим наш даббинг на нить. И от места крепления начинаем выполнять обмоточку нашей нимфочки. Обмотку необходимо нам выполнить приблизительно до середины середины нашего свинца. Там мы будем формировать грудку. вот приблизительно столько нам будет достаточно. И теперь необходимо нашим люрексом, которым мы оставили, произвести сегментацию по нашему даббингу. закрепили люрекс и теперь мы должны с вами подготовить перышко для опушки. Я подготовил для опушки вот такое крашеное перо куропатки. Можно использовать любое перо, начиная от перепелки, куропатки и курицы, то есть то, что у вас подойдет по величине лапок. в качестве грудки мы с вами будем формировать ее из вот такого даббинга, как я вам показывал в начале. Нанесем немножечко клея и возьмем совсем щепотку. Лучше добавим. Закрепили на нити и как обычно до первого касания и начинаем теперь выполнять у нас обмоточку. Еще совсем чуть-чуть добавим. Цвет вы можете подобрать сами вплоть даже до того, что учитывая то, что мы выполнили больше все в красных тонах. Можно выполнить в оливковом. Пробуйте в разных. То есть это уже вариант проверенный. Экспериментировать просто некогда было. Это чисто случайно друг зашел и напомнил мне, чтобы я изготовил такую мушку. Берем теперь нашу перышко. Нам необходимо с вами буквально только-только обозначить. Может даже и достаточно будет одного оборота сейчас будет видно по нашему перу. Друзья мои, как раз нам с вами одного оборота будет достаточно. подправим еще раз бородочки симпатично. И крепим наше перо. следим за тем, чтобы у нас не образовывалась шея. Посмотрели, нас все устраивает. Промажем нитку клеем и сделаем завершающий узел. мы с вами выполнили завершающий узел, отрезали излишки пера. Вот такая лохматость вполне достаточно. Теперь нам необходимо с вами установить крючок в такое положение, чтобы было удобно нам подровнять нашу резинку. Берем не сильно натягиваем, но только-только лишь ее подравниваем. Значит, для себя выберите экспериментально, какая должна быть примерно длина вашей резинки. Скажу сразу, сложно сразу вам подсказать, как видите, хвостик у нас вот так разошелся. Я ее давайте поставлю в такое положение, чтобы было видно. Вот наш хвостик вот так с резинки разошелся. если по каким-либо причинам вы захотите, чтобы это было длиннее и короче, выберите сами. Я обычно оставлял длину, ну, не более на такую величину крючка, не более 7-8 миллиметров, плюс-минус. Ну, один сантиметр уже очень много. Если вы найдете несколько тоньше резинку, то можно ее делать значительно длиннее. И, как вы видите, вот такая необычная приманочка у нас готова к работе. Можно потом, потягивая вот так ноготками, расщепить ее и сделать более лохматую. Можно точно так же в хвостик еще добавлять, как я изготавливал, может я потом для вас изготовлю второй вариант такой мушки. Я обычно добавлял вот так еще антрон, который распушивался и дополнительно давал хорошую цветовую гамму. Но, учитывая то, что мы достаточно здесь добавили блестящих наших элементов, мушка у нас очень-очень привлекательная. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч, жду ваших комментариев. До свидания. Редактор субтитров bells econ